Продолжение следует... 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 как это обретает какую-то плоть и становится полнофровным прямо на твоих глазах. Это потрясает. И я вдруг понял, что смерть придет. И смотри, я подумал, что это могут быть рёвки. Кровь и душа просто не стекала, когда их ломали, крошили просто. Конечно, было дико жалко, потому что каждый ревно выходил на девушек. Ручной, где попадились. Эпизод, который задает нам вопрос о том, какой будет наша смерть, о том, как мы сами умрем. Я видел финальный кадр и понял, что черт знает неизвестно как, но я должен снять его на пленку. Стоп. Давай. Очень банально, очень просто. Само ретро полупропилено посередине, и в середине была проволока. Проволоку изгибаешь, одеваешь ее на руку. Причем не вот так одеваешь, а вот так одеваешь. Тогда не видно проволоку. Очень удачный момент. И мы стали пробовать, какие возможности отдаются взаимодействия человеческой головы и человеческих ребер, которые вылетели из человека и летают вокруг него, в его собственной комнате. Во время съемок мы просто берем эти макеты, берем эти ребра, вживую, вносим в кадр и смотрим, как они вообще в кадре, что из себя представляют. Ну и снимаем, то есть на камеру, да, вместе с героем, там где-то на уши, и вместе с него. Мы пробовали втокать ребра, глаза, уши, горло и вроде как. Это моя работа, когда делаешь фильм. Довольно странная, потому что на следующий день, ночью, когда я спал, мне приснился сон. И я даже не хочу пересказывать его. Паша был прав, когда увидел, что на общей планете его посмотрите, чем он идет. И мы обманули и сделали его побольше, чем натуральный. И тогда мы стали смотреться лучше. Главное, трясти кадр, крести, трясти предметы в кадре и камеры не брать тех, кто трясет. Тогда покажется, что они трясутся сами. Или это проделки призраков. Резко в другую сторону. И резко в другую сторону. И к нам еще профильнее, профильнее, профильнее. К нам. Дочери, должно быть, видели фильм «Чужие». Фильм, который для меня стал отправной точкой. Дочери умерли после того, как были сняты все части фильма «Чужие». И дочери похитили воображение людей. Людей, которые живут в многоэтажных домах и ходят на работу, не прибегая к услугам того, что дал им Господь Бог. К услугам своего воображения. И поэтому все воображение теперь у дочерей. И так как они мертвы, все, что они могут делать, это убивать. Нет, это был бандаж, на который был... Сильно убрался. Говорите, такая мешающая часть. Я так понимаю, что все артисты во время снимаются чистыми. Которые шевелились, каждый ребрышок отдельно. За тротик дергаешься, снимаешься, эс-эс-эс-эс-эс-эс-эс-эс-эс-эс-эс. Прямо по ребрам так. Раз, два, три. Раз, два. То есть и вот сюда вот. Вот этот вот фон. Прямо привонюшись. Форма ребер довольно странная. И сначала это все отпугивало. Потому что, когда ты делаешь первый фильм, ты хочешь создать что-то такое, что воспринималось бы большинством людей. Дергались, да, тросики. Брызгали кровь, ребрышки, метали. А потом ты командовал, да? И пять помощников поживали ногами, руками. И вздими метами. Вот так вот. Ребра! Ребра! Смотри вниз! Камера замерла! Не смотри! Замри! Не смотри! Замри! 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 Мне очень сложно думать о том, интересно ли вам то, что я говорю, и как это сработает. Только по одной причине. Сейчас мне снова идти на площадку и убивать человека. А можешь на секунду остановиться? Субтитры создавал DimaTorzok